Я не буду есть, я у вас только обсохну. Ты посмотри, какой он. Поприбирали у вас тут, я смотрю, слегка. Это же я у вас была, когда, месяца полтора назад, а после меня к вам, походу, никто не приезжал. А как его зовут? Герда. Герда, это девочка. Такая она красивая. Мне пообещали дать интервью, если я съем окрошку. Хорошо, да. Называется шантаж. Шантаж по-украинскому. Шантаж по-украинскому. Я согласилась на эти мучения. Это будет очень вкусно. Такая котлетка вкусная. Да, да, да. Чем будет наступное, я скажу, чем дольше интервью, будет следующая котлетка. Значит, тебе только кофе, да? Только кофе, да. Кофе, хорошо. Вы же сказали, что вы еще дневник вели в оккупации. Да, четыре месяца. Четыре месяца были люди в оккупации, вели дневник. Да, 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 четыре месяца. Это ученочка девочки есть. Айман, с видки ты мобу выучила? Ты очень хорошо говоришь по-русски. Я родилась в Казахстане. Ты родилась в Казахстане. А как в Великобритании? Ну, я эмигрировала 18 лет назад. 18 лет назад с родителями, да? Нет, сама. Сама? Да. Там были у вас какие-то проблемные моменты? Нет, не было проблем. Просто решила выехать, да? Да, я просто вольный человек, где хочу, там и живу. А это право. Право выбора твоё, да. Захочу, завтра в Харьков перееду. Это интересный тоже момент. Я бы тоже взяла интервью. Хорошо, мы будем друг с другом. Да, мы сейчас. Мы меняемся телефоном. Да, да, обязательно. Мне это интересно, знаешь, о людской доле. Человеческие судьбы. Ты украинский язык так же хорошо понимаешь, как и русский? Ну, не так же хорошо, но я очень хорошо его понимаю. То есть, мне просто хочется говорить с тобой. Я говорю с акцентом на украинском. Ничего, главное, что ты понимаешь. Да, я понимаю. Это уже очень хорошо, да. Так, Танюша, я еще и этого хлеба нарежу. Давай. А кем вы работали до войны? Учитель украинской мовы и литературы. Ой, я же клиент, чтобы учить украинскую мову. Да, просто. Да. Шкода только, что тут у нас нет интернету в селе. Ага. То мы с тобой просто, знаешь, как это кажут, тебе просто спілкувание. И спілкувание – это самый лучший учитель. А что у вас на разу с разминуванием? Воно иде? А, ничего. Ничего? Люди сами соби уже набираются смеливости. Два дня назад одервало нас мужчине ногу, ну, то не разминував он, а просто косил. Да, просто косил траву. Да. И я ему так и выполню. И это он уже или пятый, или шестый. Мы уже есть, даже точно не знаем, сколько. Да, больше. Уже больше. А вот это вот, что у вас на шкафчике? Прилёт. Прилёт. Да. Это же комната, яка сбереглась. А дом, если вы хотите посмотреть, в каком он станет, то я вам покажу. Прилёт. А вон холодильник. Я смотрю, у вас газ есть, да? Баллон. Вы из баллона, ага. А вот вы, розочка. Ну-ка, ну-ка, тут кругом прилёты. То есть у вас весь и холодильник весь обколотый, да? Да, и он же шпитка вся побитая, и попадание в газовую колонку, и в газовый котёл, и в отопление. Оттуда прилёт был, отсюда прилёт. Окна все побитые, и там часть дома разбитая полностью. То есть вы вот жили именно под прилётами прямо? Да, четыре месяца, да. Але ж у меня тут ночевала два с половиной тижня погреб. В погребе жили? Да. В погребе плюс три, плюс четыре, а на улице было минус четырнадцать, минус двадцать. Конечно, готово. Ага. У меня два дома было, ни одного нема. Один выше, а другой там. То есть вы в оккупации четыре месяца были? Четыре месяца, да. А потом вы эвакуировались? Да. Когда открыли коридор, они открыли коридор, да? Неофициально. Неофициально. Вот. Ага. А там уже волонтеры чекали. То есть, по сути, это договоренность была. Может, я думаю, волонтеры попрацювали в этом направлении. Да, да. Потому что встречали нас там на другом березе уже волонтеры. Понятно. Волонтеры, да. Волонтеры с этими, как говорите, своими значками. Да, да, да. Так, 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 так. И на машинах было написано «Волонтерская кава». Я уже не позабывала, какие назвы. Да. И вот, а потом на Харьков. А с Харькова уже кто хотел, кто-то держал. Понятно. Да. Так, Айман, тебе чай, каву? Каву. Каву. Чёрную. Ложечку и ложечку цукру, как зазвичай, чи как? Ложку цукру без молока. Мені два цукру, один куфа. Добре. Один куфа. Куфа. Да. Кава. Да. На цей стороне, где я жила, на правой стороне, тут все нормально. Тут не было такого. То есть? Я не видела, чтобы над кем-то знущались. Спершу были не задоволены, что мы тут живем. Командование их. Что? Российское? Да, да, да. Вы нам мешаете, почему вы не уехали. Вы нам мешаете, вы понимаете, что вы на линии огня. Каменка три тысячи была, ну, по сути, под перекрестным вагнем. Ей еще не окуповали, но... Здесь было жарко, да? Дуже, так, так, так. А вот это все абсолютно снесли уже когда их выбивали отсюда или еще перед окупацией? Я скажу, что это произошло в начале березня. Укупована кава... Так, Анечка, две ложки. Аня. Кава. Забирай, Витя, где-то у нас. Пошел, может так. Сейчас давай еще. 27 березня до меня зашли уже с зачисткой, уже зашли окупанты. Семь человек с автоматами. И проверять по всих там сараях, подвалах. Кругом все проверять. Или нет никого? Не мародерили? Конечно, мародерили. Они жили в домах. Конечно. Все. Мы там переезжали по улице, куча вынесена была, то мы из погреба, Таня. Кидали гранату. На что Сережка? Как? И в погреб. У меня граната была в погреб. Хотя никого там не было. Никого там не было. Прогреб? И все. А вы? Все курточки, все вытягивали в погреб. Все. Да, в каждом дворе были окопы. Они ж окопались. Да, да, да. Траншеи. А на той стороне там есть очевидцы. Таня, ты делай это? Я себе пешкаю сделаю. Кому кидали гранаты? Есть такие люди. И гранаты закидывали? Да, да, да. Кидали гранаты в погреб. Много среди местного населения погибло именно? 48. 48 душ. 48. Это пока. Ага. Еще про декого не знаем. Мы, че они есть. Родные не вернулись? Ага. И мы не знаем. Понятно. Если родные не объявят в розыск, то будут уточнять. А знают, что, допустим, тут остались. Ага. И неведомо, где. Могилов нет. Могилов нет. Могилы не нашли, как говорят. Да. Страшно. Они тут творческие. Тут есть где-то на стенах и стихи. Они там какие-то писали. Да. Я смотрю очень много. Присуночки повсюду. Эти зепки. И походу очень скучно было. У меня там они трусили. А вы везли свои красные. У каждой их. Вот они были. До нас зайшли. И буква «З» была на всей технице. Усе, что они вытягали из наших дворей. Мотороллеры вытягали. Машины. На всем они тоже понаписывали «З». Да, да. Я видела кучу. У меня семерка была. Такого бутылочного темно-зеленого цвета тоже забрали. Это уже после повернения из эвакуации купила. Эта белая, на которой вы меня видели. А так забрали. И вытягали все, что двигается. Все. Вот у друга был электровелосипед. Только купили мне. И катались по селу. Новый. Я раз на нем покаталась. Друг перед другом тракторами туда-сюда мотались. А потом тракторами подвозили. Они снаряды до этих же позиций своих. Почему это очень вкусно? Это Марино. Из насильника. Да? Да, да, да. Из насильничку. Это казина. А покажите ваш дневник. Покажу. Таня, распечатай. Давай, давайте мы пробираем тарелку. И вот тебе давай котлетки пробираем. Как вкусненько. Угу. 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 Так, Наталья. Самое место. Не, я пробираю лапку. Ты не добейся. Был у нас учитель украинской мовы и литературы, да? Так, так, так. Да. 20-летним стажем, а это мои щоденники, боялась, что не выживу, был страшный армагеддон, когда были вот такие боевые действия, тут дома горели одна за одной, то двое, то три, то пять в день в один вечер выйду, подивитесь, что в селе делается, это же я видела только правую сторону, в один вечер 15 было пожеж, 15. А пожежи такие страшные, спочатку дым валует до неба страшный, а тоди полум я вискакую, а шифр так, когда летает вот так, трещит и летает, как файер, вот так в стороны разлетаются. Вела щоденник, боялась, что не доживу, трое сынов у меня, думаю, хай почитают после меня, как я жила, как я выживала, что делала, чем занималась. А ваши дети где, ваши сыновья? Ось, это наименшая тут его машина, в Харькове живет, ну, в Украине, в Украине. Так что, это мы еще... Никто не выехал, да, из них? Ні-ні-ні-ні-ні, боже збал, куда-то они выедут, ось. Почитайте из вашего дневника что-нибудь. Это же треба подумать. Так, вот у меня другий, там, где сумку я оставила, может, здесь другий. Ага. Почитайте нам. Ну, я не знаю. Давай, мы подумаем еще, тут дуже багато. Вот 11 березня, перший прильот был у хати. Описываю, как оно шоу. Откройте просто любую страницу. А, за любую страницу, да. Любую страницу. А, закройте мне глаза, откройте любую страницу, не ищите, что там. Любую? Да. Вот просто что-нибудь, откройте. Раз, ищите. Открывайте. А, тут не видно, яка дата. Так, ой, тут сейчас дуже багато. Как багатый день был на событии, видимо. Дивись, тут уху. Вот, и читайте нам его. 14 березня. Стихло під рано. Выйшли из погреба. Зі мною жив мій брат, треба сказати. Він помер через 5 днів, як мы выехали уже в эвакуацию. Від перенесених стрессів у нього стався обшипний инсульт. П'ята ранку. До вікон. Слава Богу, цілі перевіряла, чи хата в вікна побиті, чи ні. Тоді ще були цілі. Вилетіли всі інші шипки у сараї. То пусте. Зроблю. Хочеться щось пийнути тепленького. Але спершу хозяйство погодувати. Доки тихо. Зробила. Води натягати з колодязя. Витягла чотири рази. Почало постукувати. Думаю, треба Едіку подзвонити. Це старший син. Бо минулого дня не вдалося через дуже сильну канонаду. Яка радість. Телефон включився. Світла ж давно нема. Зарядка сідає. Економлю. Живі-здорові. Хата пошкоджена. Але не згоріла. Як справи на фронтах? Що в Візюмі? Як сказав син, бій був 12-13 сильний. Орки хотіли зробити переправу. Побили їх наші. ЗСУ чимало. Стало легше на душі. Далі було треба спробувати затопити плиту. Невдача. Дим з димаря не вийшов, а пішов до хати. Нічого. Буржуйка є. А де ж ставити? Я ще вночі над цим думала. Але запитала думку брата. Давай у дворі. Поставили у сараї, де корми зберігаємо. Вирізали дірку в дверях. Дах для димохідної труби, яку я зняла з газової колонки. Давай розтопляти. А чим? Вирішила соломою. Поставила гріти борщ. З горем пополам той борщ нагрівся. Їмо. Яка смаката? Гарячий борщ. Тільки чому він потріскує на зубах? Пісок? Як? Та це не завадило нам з'їсти по тарілці. Лише коли мила каструлю, помітила дірочку десь за 10 сантиметрів від дна. Отже, щось залетіло і до борща з штукатурки, яка посічена в кухні. Ще одна каструля в мінусі. А це вже третя. Шкода її. Бо дарувала сестра Зоя на день народження. Поставила на буржуйку варити картоплю в мундирах. Бо щось же їсти треба. В тихих паузах між вибухами стала збирати речі з хати. Що брати? Одяг. Дяла найкращий. Ще й не ношений. На зустріч з однокласниками купувала штанці і дві блузки. Все таке гарне, модне. А зустріч провести завадила корона. Попався в руки подарунок від подружки Тані. З моря вона привезла мені. Теж штанці і ковтинка. Так нестерпно захотілося дягти все це. Дала собі слово. Дай Бог вижити, то буду обов'язково носити кращі речі, а не повсякденні джинси і футболки. Помолилась за свій улюблений диванчик. Будь ласка, виживи. Я так тебе люблю. Трошки пострілядим, все-таки ось дірочки є. Винесла багато чого. Сховала в металеві ящики на дворі. Бо у погребі волого. Підкласти в буржуйку. Погодувати курей, собак, кишок. Перевірити картоплю. Сховатись у погреб, коли вже дуже страшно. До тих звуків пострілів та вибухів, які вже чули, додався новий, від якого волосся дибом. Таня, вона стіл вбігає. І мурахи по тілу. Спершу чути свист, а тоді вибух. Моторошно. У короткі хвилини затища вийшла на вулицю. Сусідова хата дачника Сергія з багатьма ранами на боках. Пошматована. Вибиті вікна. Побита шифер. Лукієнчишина. Побита шифер. Субтитрувальниця Оля Шор. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...